Я тогда звук запишу, если вы не против. Окей. Так, давайте тогда... Что я думаю про систем дизайн? Наверное, основные вещи, которые про систем дизайн я хотел донести бы сейчас. Первое, это, собственно, как я считаю лично, что на интервью по систем дизайну от людей требуется. Второе, это вопрос от Оксаны прозвучал про структуру интервью по систем дизайну. Я опять же тут могу рассказать свое некоторое представление о том, какая должна быть структура, хотя считаю, что структура тут каждый сам вырабатывает для себя. Третье, это к чему конкретно готовиться там нужно и, собственно, как готовиться. То есть, какой мой метод подготовки к систем дизайну интервью, который я, в принципе, на каком-то своем опыте считаю, что наиболее эффективно и наиболее хорошо работает. Вот, соответственно, по первой части, что систем дизайн интервью в моем понимании, что там от тебя, на что смотрит? Смотрит в целом, наверное, на твой кругозор и на твое умение строить некие такие большие системы. Ну или на твое понимание, как эти большие системы работают. И по-хорошему, как я в прошлый раз уже говорил, требуется тебе хорошо, грубо говоря, плавать в любую сторону, куда интервью поведет, ты должен что-то полезное рассказать. Захочет он поговорить про базы данных и репликацию, ты говоришь про базы данных и репликацию, там какие типы бывают репликации, там синхронная, синхронная, как вообще репликация происходит, как мы геориспределяем данные, ну и там так далее, можно вглубь, вширь, куда угодно идти. Вот, соответственно, проверяется, насколько ты можешь вглубь или вширь пойти по определенным топикам. Опять же, там кинуть лот-балансеры, кэши, приложения, в принципе, как они там работают на кластере. Короче, чего угодно там могут спросить. Вот, и, собственно, так основная идея, которую я считаю на этом интервью, как, к чему ты должен готовиться, должен готовиться красиво говорить, и красиво, если тебя что-то в любую сторону ведут, ты должен подхватывать это и, соответственно, рассказывать что-то в тему. Вот, это если совсем так в общих чертах чего там требуют. Вот, а теперь конкретно по структуре интервью. Структура интервью, то есть, на самом деле, считается идеальный вариант, это когда сеньор-кандидат, и когда сеньор-кандидат хорошо про систем дизайна всякий знает, считается, что он должен сам драйвить процесс этого интервью, и сам должен задавать его структуру. Вот, хотя, в целом, есть какие-то определенные требования, которые интервьюеры хотят все-таки увидеть в интервью, то есть, если ты просто будешь разговаривать на отвлеченные темы, естественно, это не прокатит. Вот, и это, на самом деле, сильно зависит от компании и сильно зависит от позиции, на которую ты подаешься. Потому что в Гугле, например, особенно на позициях СРЕ, там тебя попросят еще, в том числе, не только дизайн сам нарисовать, тебя попросят еще посчитать, сколько тебе примерно серверов нужно будет, сколько сториджа, сколько у тебя там запросов в секунду, и куча вот таких непонятных цифр. Вот, но основное, наверное, если мы про СВИ говорим, для СВИ нужно будет, во-первых, как я обычно себе структуру интервью представляю, то есть, во-первых, ты рисуешь какую-то суперобщую схему, то есть, вот у нас тебе говорят, у нас есть какие-то, какой-то веб-сервис, допустим, ты должен нарисовать схему, что вот там у нас load-balancer, вот у нас там фронты, вот бэки и вот там база данных. То есть, это достаточно стандартный набор элементов, которые, в принципе, встречаются везде, где угодно. Ну, и перед этим, на самом деле, вот тут такой, мне задавали как-то этот вопрос, непонятно, в каком именно порядке это все делать, потому что вообще, на самом деле, самый первый этап интервью – это ты должен, собственно, уточнить требования, а что это за сервис такой у тебя. То есть, тебе говорят, давайте нам построим, допустим, некий, не знаю, Twitter, например, да, и тебе надо у интервьюера выяснить, что конкретно входит в скоп этого твиттера, там, не знаю, какие, какая функциональность, то есть, можем ли мы только посты писать, или нам нужно еще фолловить друг друга, ставить лайки, там, ретвиты делать, комментировать, не знаю, нужно ли нам имплементировать регистрацию пользователей, то есть, есть ли уже какой-то сервис, агентфикация, или его нет. Нужно ли хэштеги имплементировать и быстрый хоп-поиск по этим хэштегам, ну, и нужно ли, в принципе, поиск по сайту имплементировать, потому что это сильно расширяет непосредственно скоп того, чего мы хотим делать. Вот. Но, в любом случае, я тут стараюсь как можно быстрее на экране заиметь некую схему, как я уже сказал. То есть, у меня, в принципе, уже заготовлен шаблон, такой, который я обычно рисую сразу. То есть, это у нас обычно примерно любой сервис, если это какой-нибудь веб-сервис, то он имеет такие слои, которые проходят запрос пользователя. То есть, есть пользователь, потом пользователь попадает в лот-балансеры, из лот-балансеров он идет в сервера фронтов, из серверов фронтов он идет в бэкэнды, из бэкэндов он идет в базу данных. Вот. Ты это рисуешь и теперь говоришь. А, собственно, и теперь начинаешь рассуждать на тему того, какие у нас, например, методы на бэкэнде должны быть. Да? И вот, типа, можно прямо под бэкэндом рисовать. То есть, у нас в бэкэнде есть методы, например, если мы про твиттер говорим, типа, create tweet, есть метод follow, например, один пользователь follow и другого, есть метод, допустим, поиска по хэштегам, или, ну, еще чего-нибудь. Вот. А потом, когда ты смотришь, у тебя на картинке есть база данных, например. В базе данных ты также можешь сказать, что вот у нас есть в базе данных такие-то объекты. То есть, объект tweet. У объекта tweet есть пользователи, который его создал, timestamp, контент, и, может быть, еще какое-то медиа, которое к нему приотачено. Вот. Ну и на этом этапе ты просто, на самом деле, вот самостоятельно смотришь, тебе, на самом деле, помогает самому, потому что ты видишь конкретно запрос пользователя, куда проходит, ты видишь, какие объекты есть, и думаешь, типа, а на самом деле вот на этом этапе, а можно ли, будет ли у нас пользователь еще и картинки создавать, например, или это out of school, потому что картинки добавляют еще и какой-нибудь там блок storage в нашу схему, что делает жизнь чуть менее веселой. Вот. А, соответственно, это ты сделал, и на этом этапе нужно, ну, то есть, тут такие чисто технические вещи идет, которые надо натренировывать именно на пранк или еще где-то на мокинтервью, как ты вот эту структуру сам строишь. Вот. То есть, на этом этапе ты уже примерно представляешь, что за сервис, что он будет делать, теперь тебе надо определиться с количеством данных, которые этот сервис будет обрабатывать. вот. И на этом этапе ты, опять же, то есть, ты все еще на этапе задавания вопросов интервьюеру, а что мы делаем? То есть, на этом этапе ты интервьюера спрашиваешь, а, например, сколько у нас запросов в день? И часто интервьюер тебе, то есть, бывает интервьюер, опять же, это сильно различается, бывает интервьюер, тебе сразу вываливают, что у нас будет, не знаю, 100 тысяч запросов в секунду. А бывает интервьюер тебе ничего не скажет и до конца будет молчать, и когда ты спросишь, он скажет, ну, у нас там Daily Active Users, например, не знаю, 20 миллионов, и ничего не скажет про количество запросов, и ты из этого Daily Active Users теперь должен, опять же, это стандартные такие паттерны, которые через какое-то время после моков начинаешь различать, это типа ты знаешь, а, у нас Daily Active Users 20 миллионов, каждый юзер, например, в день постит, ну, наверное, в среднем там 1-2 поста, мы будем считать, что 1 пост, значит, у нас 20 миллионов постов в день создается, а сколько это в секунду? Мы знаем, что у нас в сутках примерно 100 тысяч секунд, 10 в пятой, то есть мы 20 миллионов, это получается 2 на 10 в седьмой, делим на 10 в пятой, и получаем примерно 200 постов в секунду создается, вот, и на этом этапе ты можешь уже начать оценивать, а сколько места это займет, потому что ты уже нарисовал для базы данных какой-то объект, твит, ты знаешь, что у тебя в этом объекте твит есть timestamp, который integer, который 4 бита, 4 байта, а есть поле текста, которое в твиттере, сколько там, 200 байт, сколько там, 140 символов, и какой-нибудь image, если мы его в skull берем, то это тоже примерно, не знаю, там, 100 килобайта, например, на image какой-нибудь, и начинаешь считать, сколько это у нас все место займет, сколько у нас в перспективе там 5 лет, например, это место займет, и, соответственно, на этом этапе ты говоришь сколько нам серверов, например, нужно на это или сколько сториджа нужно, не знаю, в зависимости от того, чего конкретно интервьюер спросит. Вот, то есть этот этап, на самом деле на этом этапе уже можно заткнуться, потому что там расчетов часто бывает много и часто это занимает приличное количество времени. Так что вот эта вот часть, на самом деле, я долго тренировал, но сейчас у меня уже скилл чуть терялся, я долго тренировал в том плане, что ты обычно теряешься в процессе типа, а что мне дальше делать, в какую сторону идти, что читать, что спрашивать и все такое. Вот, поэтому тут только практика, то есть ты фактически практикуешься это и с практикой у тебя скорость вот этого вот именно прохождения этапа, она увеличивается. Вот, короче, да, примерно вот до этого этапа все более-менее понятно, что я рассказываю. Ну вот вопрос, наверное, про это расчеты и в курсе они тоже были, но для меня они кажутся абстрактными. Насколько они вообще важны и как вообще, вот как-то влияет, вот ты накидал, допустим, столько-то юзеров, допустим, каждый юзер делает столько-то, мы там все это поделим, потом мы с этого будем считать сторож и это все такое, типа, я могу накидывать любые рандомные цифры и как-то от них отталкиваться, типа, это имеет вообще какой-то не знал value, типа, кажется, как-то так странно. Это имеет, да, потому что у интервьюера часто есть шпаргалка с этими цифрами и он рассчитывает, что ты посчитаешь примерно то же, что у него на бумажке написано. И это важно, потому что от этих цифр всех зависит масштаб той системы, которую ты строишь. То есть, если ты насчитал, что у тебя будет, не знаю, там один пост в час, то тебе не нужно вообще никакой устойчивый сервис делать, ты просто на одном сервере это все поднимаешь и не паришься. А если у тебя там 200 по 100 в секунду, как вот я сейчас посчитал, то это уже другой разговор. А если 200 тысяч по 100 в секунду, то еще большего масштаба сервиса. Вот. И там, на самом деле, если копать глубже, там от этого зависит еще некий трейдов. То есть, например, есть бумага про то, как строится блок-сторедж. Ну, то есть, фактически, где мы картинки, например, храним. Вот. И там прикол в том, что сам блок-сторедж, он большой, потому что там, не знаю, сотни петабайт данных. А сервера с метаданными, которые, соответственно, говорят, где какой, где кусок какого конкретно файла лежит, они могут быть достаточно маленькими. Потому что у тебя запросы к нему фактически, у тебя запросов относительно много, но при этом они, в принципе, вполне себе укладываются в то, что может один сервис обработать, один сервер обработать. И таким образом получается, что сервер метаданных может держать на сотни петабайт данных всего один. Соответственно, все будут к нему обращаться, спрашивать, где данные, и он будет быстро это отвечать, потому что ему все эти данные умещаются в память, на самом деле. Вот. И в случае, если этот сервер умрет, фактически он очень быстро переключается на другой hotswap-сервер, потому что, опять же, все данные в памяти, и они быстро на этот hotswap уезжают, и в случае чего hotswap на подхвате. Вот. А в случае, если бы ты посчитал так, что у тебя, на самом деле, запросов к этому серверу метаданных настолько много, что они в один сервер не влезают, то там уже все стало бы сложнее, потому что тебе данные нужно было бы начать шардировать. И в случае, если у тебя какой-то... Намного сложнее стало делать фейловер. То есть, если у тебя дата-центр упал, тебе нужно тысячу серверов сфейловерить, у тебя фактически намечается достаточно длительный простой сервис, в случае, если у тебя одна локация упала. Вот. А в случае, если у тебя один маленький сервер, то все нормально. Вот. Ну, короче, все это к тому, что важен масштаб системы, которую ты будешь строить. Потому что у меня на интервью в Гугле, например, было, я один раз неправильно посчитал чего-то, и у меня получилось, что у меня все влезают в два сервера. И я думаю, а что и смысл тогда, что там такое строить? Интервью уже задумался, типа, два сервера, зачем нам вообще это интервью-то делать? Вот, если мы пытаемся все эти данные на два сервера положить, то там, в принципе, париться особо не надо, если у тебя всего два сервера. Вот. Короче, ну, опять же, зависит сильно. То есть, вот, я говорю, если идешь на SRE, SRE прямо очень хорошо спрашивает по вот этим подцифрам. Там более того, там идут глубже еще не только, вот как на Educative написано, типа, посчитать количество данных, а в том числе тебя еще попросят посчитать bandwidth для твоего сервиса, то есть, сколько данных там у тебя проходит в секунду, какая у тебя сеть будет, какая у тебя latency должна быть, чтобы это все успевать обрабатывать, ну и все прочее, короче. Вот еще момент, я понял, что важно, окей, просто я когда читал те курсы, мне казалось, что это не особо важно, просто придумал какие-то цифры, чтобы хоть что-то было, чтобы чего-то толкнуться, ну окей. Но ты еще видишь, что легко потеряться, и мне кажется, это реально так. И вообще, насколько важно тратить время на какие-то детали, типа, что тут мы модельки проектируем, тут еще что-то проектируем. Типа, кажется, что в каждой задаче есть какой-то такой core задача, которая ожидает, что ты решаешь. Например, тоже Tiny URL. Там, наверное, больше всего интересно, как ты будешь тяни эти URL, как их хранить будешь, да. Но вряд ли кому-то прям суперинтересно, какие модельки ты будешь для этого делать. Или там, не знаю, еще какую-то ерунтовую схему. Не знаю, может, схема позданных важна, но круче есть какие-то вещи такие рутинные, которые делаются не задумываясь, но на них тратится время. Типа, стоит ли вообще, мне кажется, их делать. Ну, тут с опытом приходит, я сам не знаю. Бывают сервисы, например, тебе говорят, построить распределенную очередь, типа Kafka. И там вообще это все неприменимо, потому что там уже нет никакого фронта, бэкэнда. Там есть чисто база данных, вот эта вот, в которую поступают какие-то события. Короче, огромная очередь, и ты должен как-то там на топики подписываться, что-то делать. И, ну, там совсем другая структура. То есть, ну, тем не менее, то, что вот я говорю, оно к большинству, наверное, подходит в случаях. Но есть исключения, естественно, и тоже надо в них ориентироваться. Но при этом, если готовиться, ну, если, типа, начинать готовиться, то я бы начал готовиться именно с такого, с более распространенного варианта, когда у тебя есть веб-сервисы, там более-менее все понятно. А когда уже с веб-сервисами разберешься, наверное, дальше уже и с более сложными примерами тоже разберешься. Вот. Ну и в любом случае тут все сильно упирается в время, потому что на самом деле у меня вот есть документ, в котором написано вообще, грубо говоря, все, что я находил, что в системе дизайна интервью можно рассказать. И он очень большой, и я, как бы, понимаю, что я, в принципе, не знаю, мне пять часов не хватит, чтобы рассказать все, что там написано. То есть надо как-то все-таки уметь это быть короче и лишнее выбрасывать. Вот. Ну, это скил какой-то, который... А смотри, твоя цель рассказать все, ну, грубо говоря, решить на поверхах или углубиться, например, но не закончить там кучу всего? Ну, моя цель, конечно, это вот до конца интервью рассказать все, что примерно от тебя ожидается. Вот. Ну, вот вопрос, что ожидается. Должен ты рассказать все, или, например, начал говорить, о, вот давайте возьмем здесь новую SQL, потому-то, потому-то, и ты можешь углубиться дальше, например. Или лучше закончить это и перейти к другим компонентам, но поверха. Ну, то есть вот есть критерий какой-то конечный? У меня такой подход, который я сейчас попозже пытался к нему подвести, что идея в том, что ты пытаешься двигаться от общего к частному. То есть, как бы прикол в том, что почему я пытаюсь нарисовать вот эту схему как можно ближе к началу интервью и до того желательно, как я вот эти все буду опишки и дефайнить там и прочее. Потому что у меня уже будет на экране какая-то схема и уже будет рабочий сервис. Да, он будет работать неэффективно, но это будет уже рабочий сервис с лоуд-балансерами, с фронтендом. А, я поняла. Вот. И потом дальше я уже буду, как бы, говорить, а вот тут у нас неэффективно, тут можно другую базу данных поставить или еще что-нибудь. Вот. И, соответственно, поэтому у интервьюера будет какое-то представление, что я хотя бы что-то сделал, у меня уже какой-то рабочий сервис есть. А потом я дальше буду просто постепенно этот сервис улучшать. Я поняла. Отлично. Аджайл. Ну, да. Ну, BHS по компонентам пройти. Я тоже учу какие-то статьи, где тоже рассказывали, что обычно интервьюеру уже ранее известно какие интересные моменты, он будет. Может, он тебе сам скажет, или ты у него спросишь, типа, про что тебе стоит углубиться. И, типа, про пару компонентов можно вглубь рассказать. Ну, да. Вот. Ладно. Короче, давайте так. На этом этапе, что у нас есть уже, то есть это еще не конец интервью, но тем не менее, у нас уже, как я сказал, есть схема сервиса, как он примерно должен работать. И он, ну, в смысле, как бы рисунок с дизайном нашего сервиса, такой очень верхнеуровневый. И у нас есть на этом этапе понимание того, чего мы хотим имплементировать, то есть у нас есть методы, которые мы хотим в нашем сервисе имплементировать. И у нас есть понимание о масштабе нашего сервиса, потому что мы там что-то посчитали. Какие-то цифры, типа, сколько у нас данных, сколько у нас серверов там, не знаю, чего угодно. Вот. И теперь на этом этапе, на самом деле, можно уже начать углубляться. Но если есть время, на самом деле, тут, как бы, это такой дополнительный показатель сеньорности, который я слышал в каких-то на ютюбе видосах, ну и, в принципе, во всяких статьях. Тут можно, на самом деле, позадавать еще много интересных вопросов, которые показывают, что ты не просто, как бы, книжку прочитал, а что ты, в том числе, и, как бы, опытный разработчик, который, в принципе, имел дело с разработкой в реальной жизни. Конкретно, что я имею в виду? Ты спрашиваешь, а что у нас вообще с инфраструктурой? То есть, есть ли у нас какой-то уже CICD процесс построенный? Есть ли у нас тестирование? Есть ли, нужно ли нам дополнительно development environment и также строить в этой всей штуке? То есть, ну, как бы, показать, что ты, в принципе, про это все знаешь, просто так это намекнуть, что ты со всем этим слышал и работал. Вот. Далее, важная вещь, это ты говоришь о том, что спрашиваешь, а какие у нашего сервиса SLA, то есть, грубо говоря, не знаю, в случае Твиттера, а за сколько, сколько для нас приемлемо, например, ждать ответа на создание поста. То есть, если мы будем 100 миллисекунд создавать пост, нормально это или нет? Если мы будем фид грузить 100 миллисекунд, так же это нормально или нет? То есть, для поста, наверное, нормально, а для фида уже, наверное, не нормально. Вот. И ты это аккуратненько все спрашиваешь, записываешь, типа, что в духе, вот, мы с интервьюером договорились, что на пост у нас будет 99,99% ответов, 100 миллисекунд, например, и нам нормально. Дальше ты можешь спросить, а сколько у нас, какой у нас ситуация с серверами, например, сколько у нас дата-центров, где они вообще расположены, возможно, интервьюер это скажет, ну, или если нет, ты скажешь, что вот предположим, что у нас есть географически распределенная сеть дата-центров, чтобы мы данные туда распределяли в будущем. То есть, в будущем это пригодится. Пока что, пока что нет. Пока что, как бы, просто спрашиваем все, забываем про это, что времени тратить. А потом, опять же, полезный вопрос на будущее, я объясню, почему в будущем полезен, это сколько, какие у нас нужны гарантии для хранения дат. То есть, можем ли мы, например, потерять пост. Ну, в данном случае, понятное дело, что не можем, но бывают ситуации, когда мы строим сервис, в котором мы можем терять данные, и это нормально. И тогда там другая, опять же, в другую сторону пойдет. Короче, многие моменты простятся, будут некоторые трейд-оффы, которые мы можем заиспользовать, чтобы сделать нашу жизнь проще. Потом, опять же, вопрос это, что у нас более превалирует в сервисе, чтение или запись. То есть, в случае Твиттера, ну, я, если честно, даже не знаю, наверное, чтение превалирует, но интервьюер, может, про это скажет. Дальше, опять же, вопрос такой, типа, можем ли мы к каким-то данным относиться как-то по-другому? То есть, можем ли мы считать, что какие-то данные менее важны, чем другие? То есть, например, если мы, если кто-то пытается, ну, в случае Твиттера, опять же, такой гипотетический пример, хочет данные получить, запросить данные за 10 лет назад, нормально, если мы за 10 секунд ему ответим или нет. Вот. Ну, то есть, вот такие вопросы можно просто позадавать быстренько. То есть, это не значит, что надо углубляться в это, потому что вот этих вопросов миллион, и можно очень долго про эти вопросы разговаривать. Но мы потратим на это время. Вот. Дальше. Что дальше? Теперь следующий этап интервью, это, собственно, то, что мы хотим уже, как бы, сервис у нас в каком-то видео на калитке собрано построен, теперь мы действительно хотим углубляться дальше. Вот. И это интервью, то есть, до этого был, как бы, была часть, я даже не знаю, как это назвать правильно, какой-то такой проблем-солвинг или что-то типа того, он типа просто, насколько ты хорошо умеешь задавать вопросы и насколько хорошо ты уточнил все существующие требования у тебя. Потому что, ну, короче, да, это достаточно важная часть. А дальше, соответственно, начинается часть про уже твое знание непосредственно, как работают распределенные системы. И тут может быть много вариантов, как оно все должно происходить. Но в целом, ну, это просто сейчас. То есть обычно все начинается с базы данных. То есть ты говоришь, что вот у тебя уже какие-то на бэкэнде, на фронтэнде имплементированные методы, и теперь, ну, тебе нужно отмасштабировать твою базу данных, потому что в ней лежит дофига каких-то дат. Вот. И в этот момент ты, собственно, начинаешь рассказывать, что вот у нас, ну, во-первых, действительно ты говоришь, какую-то базу данных хочешь выбрать, SQL, но SQL, если не уверен, не говоришь этого, потому что, ну, не знаю, по дефолту фолбришься в SQL, потому что SQL это обычно лучший выбор. Далее ты рассказываешь, что, во-первых, ты будешь данные реплицировать, потому что тебе данные терять не хочется. То есть это самый первый этап. То есть когда у тебя еще немного постов, ты хочешь данные просто не потерять. Поэтому ты их реплицируешь и рассказываешь, собственно, реплицируешь, каким именно образом ты эти данные. И вот тут ты можешь рассказать, например, ты до этого если задавал вопрос в духе, а можем ли мы терять данные, и тут ты говоришь, данные мы терять, ну, ответ у тебя данные мы терять не можем в случае Твиттера. Значит, ты говоришь, что, значит, мы должны использовать синхронную репликацию в таком случае, потому что перед тем, как на коммит пользователю ответить ок, мы должны данные записать куда-то еще, потому что иначе, если праймер-сервер упадет, то мы данные все потеряем. При этом ты говоришь, опять же, что тут есть трейдов, так как мы данные хотим хранить надежно, и не хотим их терять, так как у нас синхронный коммит, а у нас синхронный коммит может быть в... То есть может ожидать, пока данные уедут в другой дата-центр, который может находиться в другой точке мира, например, из США данные должны доехать в Европу, а потом обратно еще ответ должен прийти, то, соответственно, коммит у нас будет долгий. И поэтому метод пост у нас может отдавать информацию, ну, достаточно долго, то есть вот как мы говорили, 100 миллисекунд. Но теперь, тем не менее, в 100 миллисекунд мы, скорее всего, уложимся. И дальше ты тут еще можешь рассказать, например, про CAP-теорему, что у нас вот есть там consistency, availability, partitioning, и, соответственно, нам важно в данном случае consistency и partitioning tolerance в случае твиттера, потому что мы данные не хотим терять, и мы не хотим видеть неправильные данные в случае partition, что мы в две, когда у нас split-brain, мы в две локации записали разные данные, а потом не знаем, каких их смержить. Вот, и, соответственно, в случае, опять же, говорим, что тут в этом случае у нас trade-off, что мы данные, и в случае, если у нас случится в сети partition, мы не будем посты принимать, потому что иначе мы рискуем в неконсистентности данных. Вот. Ну и дальше, соответственно, ну и, короче, тут, на самом деле, очень большой такой слой того, чего можно рассказать. То есть тут можно идти вообще в любые направления, то есть про репликацию там, короче, большой топик, на самом деле. Дальше ты говоришь, ну, допустим, мы сделали какую-то синхронную репликацию, допустим, интервьюера это устроила, потому что может не устроить, а тогда могут быть еще варианты. А если все устроило, соответственно, у нас теперь данные нужно не только реплицировать, но нужно еще их по нескольким серверам разложить, потому что данных слишком много, и в один сервер они не влезают. Соответственно, ты на этом этапе рассказываешь, что должны данные им расшардировать, должен быть какой-то ключ шардирования, ключ тут выбрать тоже непросто, потому что, ну, не знаю, в случае Твиттера, даже так сходу не скажу, наверное, по юзеру проще всего шардировать и, соответственно, посты конкретного юзера хранить в одном месте. Вот, на одном реплика-сете. И плюс ко всему, тут ты можешь еще рассказать, что могут быть ходспоты, даже если мы расшардировали, могут быть какие-то ключи, особенно горячими, и, соответственно, какой-то сервер будет перегружен. Вот, то есть уже какой-то большой кусок того, чего ты можешь рассказать. Дальше, и, короче, идея в том всего этого, то есть я как бы начал рассказывать, но, на самом деле, тут можно еще идти дальше и дальше. Идея в том, что ты каждый раз говоришь, что ты итерируешься по своему сервису и увидишь, что вот здесь у меня проблема, вот здесь у нас боттленек какой-то или, ну, короче, чего-то происходит такое, что не позволит нам, нашему сервису, работать в том масштабе, который нужен. То есть в данном случае мы разбирали про то, что у нас один сервер базы данных, всю нагрузку не обслуживает, соответственно, мы его реплицировали и расшардировали. Теперь дальше смотришь, с базой данных, допустим, разобрались, примерно там все работает. Теперь смотришь дальше. Допустим, у нас генерятся фиды и отдаются наружу, твиттерные фиды, вот. Чтобы твиттерные фиды генерить, тут, опять же, можно их напрямую, там, если у нас кто-нибудь постгресс, то мы можем напрямую фид собирать. Что долго, это какой-то большой джойн по всей базе данных, вот. Это не круто, соответственно, как минимум, что мы можем сделать, это мы можем закешировать. Вот. Про кеширование, опять же, у тебя заготовленная речь про кеширование, что у тебя вот есть кэши, мы можем какой-нибудь кэш поставить, бывает кэши лукасайд, бывает write-through кэш, а бывает, ну да, лукасайд и write-through, два основных типа кэша. Соответственно, мы выбираем здесь в конкретном случае вот такой-то, потому-то. Дальше ты говоришь, что, не знаю, у нас там еще есть какие-то... Так, что мы тут еще можем сделать? А, дальше ты говоришь, что вот у нас есть фронты, фронты там тоже, если мы вводим фронт будем ходить, соответственно, ничего хорошего с этим не получится, поэтому у нас фронтов много, есть load-balancer над фронтами, load-balancer поддерживают такие-то политики балансировки, типа round-robin, list-connected, list-loaded и прочее, и мы тут выбираем такой-то, потому-то. Вот. Ну, и в общем, идея в том, что ты по каждому компоненту проходишь и постепенно его улучшаешь. Вот. Плюс тут еще есть такие штуки, которые многие люди забывают, но которые, опять же, показывают, на мой взгляд, твое некоторое умение, не умение, а твой опыт работы в реальной жизни. То есть, ну, хорошо, вот у тебя сервис работает, допустим, но при этом, ну, хорошо, пользователи, да, постят какие-то посты, да, но бизнес на этом денег не зарабатывает, вот, поэтому тебе тут надо сказать, что у тебя на самом деле эти данные с этих постов, они выгрожаются еще в какую-то, наверное, аналитическую базу данных, там над ними какие-то расчеты производятся, что-то там происходит и прочее. Плюс тут можно еще рассказать про то, как ты будешь гарантировать соблюдение тех коммитментов, которые ты в самом начале для себя обозначил. То есть, это SLA, то есть там, что мы на пост отвечаем за 100 миллисекунд в 99% случаев, что мы фит генерим там за 5 миллисекунд, опять же, в 99% случаев и прочее. То есть, тут ты говоришь, что у нас есть какие-то мониторинги, которые это все активно считают на основании каких-то цемплированных данных, и потом в случае, если у нас что-то идет не так, там загорается мониторинг, он колл-тим приходит, и все это аккуратно чинит. Вот. Короче, примерно вот так. То есть, на самом деле, тут зависит от того, от чего хочет интервьюер, но идеально, если ты ведешь сам интервьюер и говоришь, что вот у нас здесь не оптимально, мы фиксим. Для этого есть вот такие вот решения, такие-то трейдовы. Мы выбираем вот такой трейдов в этом случае, потому что вот так вот. Вот. Короче, больше тут грузить не буду, подытожу только одну штуку. Как я считаю правильным, и как я, в принципе, на основании своего опыта и опыта людей, с которыми я разговаривал, у меня, например, есть чувак, который на Е6 прошел и успешно подготовился к такому типу интервью, Е6, ну, это, короче, высокая позиция, то есть, типа менеджера в Фейсбуке. Короче, идея в том, что тебе нужно, какой бы ты сервис ни строил, в нем всегда с большой вероятностью будут базы данных, будут кэши, будут очереди, будут лот-балансеры, будут какие-то бэкэнды, ну, и так далее. И, ну, опять же, аналитические базы данных, типа Hadoop, короче, там список можно продолжать. И идея в том, что на каждой из вот этих вот компонентов... Hadoop — это не аналитическая база данных. Ну, вот мой предюс, но его часто используют для аналитики, окей. Ну, нет-нет-нет, Hadoop — это вообще все, оно за тебя все делает. Ну, то есть там и лот-балансеры внутри в нем, и Shardin не за тебя все делает. То есть это скорее как инфраструктура. Ну, да. Но тоже не можем Hadoop использовать, как, например, хранилище для твитов. Оно не будет эффективно для этого. А, нет, смотри, Hadoop... Hadoop — это инфраструктура. То есть в Hadoop есть HBase, ну, например, базы данных, и там все за тебя делается. Hadoop — у тебя есть в нем Yarn Manager, который у тебя управляет, ну, вообще всем. То есть это скорее все, что ты рассказал, вот это все Hadoop. Ну... Это понятно. Тебя могут, кстати, попросить Hadoop в том числе построить. Я просто к тому, что Hadoop тут обычно в таких сервисах, опять же, типа Твиттера, он стоит где-то сбоку, и ты просто хочешь сказать, что мы вот в Hadoop какие-то данные загружаем, и потом по этим данным какие-то расчеты этим мы предюсером производим. Ну, ладно, неважно. Короче, я чуть-чуть тут сбился. Идея в том, что по каждой из этих тем, то есть опять же мы предюсер тебя спросят, у тебя должна быть заготовлена речь, которую ты выдаешь. То есть тебя спросят, а расскажи мне, как ты будешь на большом объеме данных там чего-нибудь высчитывать. Ты говоришь, о, а есть там мы предюсер, мы предюсы бывают такие-то, есть Hadoop, в нем есть там какие-то блок-стораж и прочая фигня, есть HBase. Короче, просто выдаешь какую-то заранее заготовленную речь на любую тему, которую тебя спросят. А набор тем, которые тебя спрашивают на систем дизайне, он достаточно ограниченный, хоть тебя, конечно, и могут застать в расплох и спросить что-то неожиданное. Но тем не менее, вот если ты выучишь речи про базы данных, про кэши, про лоуд-балансер, про мэп-родюсы, то, наверное, процентов 70 того, чего тебя могут спросить, ты покроешь. И в целом мне это помогало, я по большей части, опыт самостоятельный, это по большей части на моках был, но тем не менее на моках заготовленные речи, они прям спасают, потому что ты, в принципе, когда ты говоришь эту речь, ты параллельно можешь думать о чем-то другом, потому что ты как бы не включаешь мозг, когда ее говоришь. А ты можешь думать, при этом что-то будешь говорить дальше, ты можешь слушать, что я интервью спрашиваю, ты прочее. Вот. Поэтому это немножко такой, на мой взгляд, чит в плане того, что, ну не то, что чит, это мне кажется, не очень правильный способ к подготовке к интервью, наверное, потому что, ну, наверное, лучше, когда кандидат пришел, и он, в принципе, натурально это все рассказывает и знает, но при этом, ну и с алгоритмами, мы знаем, что алгоритмы мы не так особо сильно в реальной жизни используем, поэтому приходится натаскивать себя именно на конкретные вещи типа лид-кода. И в случае систем дизайна тоже нужно себя на конкретные вещи натаскивать, а именно такое умение быстро переключаться между темами и рассказывать чего-нибудь на любую тему, которую у тебя спросят. Вот. Похоже на бисерверу. тоже нужно заготовить топик истории и потом попытаться натурально их рассказать и желательно в тему. Ну да, то есть, короче, вот примерно как я для себя систем дизайн интервью вижу. То есть, первая часть это такая большая рисование общей схемы и выяснение изначальных требований, вторая это, собственно, итерирование по схеме и постепенное улучшение, параллельно полистая своими знаниями и рассказывая все, что ты знаешь вообще про определенную систему. Примерно да. Да, мы вышли за таймингом, но у меня остался вопрос еще небольшой. А как в итоге подготовиться? Ну, например, я имею в виду, понятно, что тебе готовы речи, желательно же их понимать и желательно их не просто прочитать или рассказать, а как-то, не знаю, подизайнить на самому все эти сервисы, ну, какого-то масштаба. Просто все сервисы не передизайнишь, короче, непонятно, как реально что-то еще зашарить прием просто выученных кричей. Ну, я скажу за себя, не так, чтобы прям много сервисов каких-то дизайнил, тут скорее я пару сервисов видел своими глазами, ну, может, чуть больше, чем пару, то есть, там же Яндексе и в Фейсбуке, а остальные я скорее знаю по тому, что мне рассказывали другие люди, либо, на самом деле, очень много я узнал из чтения бумаг всяких, то есть, есть классические бумаги типа Google Big Table, есть бумаги про тот же, как же, Hadoop тот же работает, еще какие-то бумаги, и там, на самом деле, когда ты считаешь, видишь, как оно в реальности все сделано, и это тебе дает некую информацию, как распределенные системы строить, по той же, там, Kafka, по-моему, есть, по Time Series с хранилищем тоже есть бумаги, как они построены, поэтому, да, только чтение и как-то вот набирание этого контекста, потому что, действительно, все сервисы не передизайнишь, но в какой-то момент, наверное, ты даже понимаешь, что даже если ты сам не строил такой сервис и никогда не видел, как он строится, ты можешь, наверное, примерно предположить, как этот сервис строится, но при этом, тем не менее, да, типа, классические сервисы, наверное, надо знать, это Bigtable, MapReduce, как строится, как строится, что-то типа Kafka, типа распределенная очередь, Time Series, Database, наверное, тоже неплохо знать, и, ну, наверное, это то, что предполагается, что ты уже примерно знаешь, как это работает. А что такое Bigtable? Bigtable – это гугловая колоночная база данных, которая осуществляется поиск там, в том числе, по обратному индексу для поиска, вот, ну, то есть там, где, в соответствии, каждому слову, там поставлены какие-то документы в интернете, вот, но там на самом деле не только это описано, там еще описано, в том числе, насколько я помню, как оно хранится, ну, то есть вот типа, я не помню, написано ли тут бумаги про Bigtable, но типа HDFS, фактически, это файловая система для Hadoop, это тоже очень интересная тема, потому что она дает тебе представление о том, как, собственно, блок сторож организован и как он работает, потому что блок сторож тебя в том числе могут спросить. Вот. Короче, у меня все, если какие-то вопросы остались, могу ответить. Ну, понятно, шанс готовиться и делать муки. А, чтобы переварить, надо, во-первых, это. Ну, да. А ты можешь посоветовать, ну, что читать, что готовить, ну, например, что пройти, ну, то есть, кабанчик. Кабанчик, да, кабанчик полезен, наверное, обязательно к прочтению. В принципе, Educative курс, какой бы он плохой, не был, но, в смысле, мне он, я не считаю, что он идеальный, но там есть набор задач, и они задают тебе какую-то структуру, от которой идти, то есть, она, наверное, примерно похожа на то, что я рассказывал, но вот если ты пройдешь все задачи в Educative, ты увидишь, что там есть какая-то общая структура, то есть, изначально они там требования какие-то выясняют, потом они что-то там, какую-то опишку делают, потом они какой-то, рисуют какую-то схемку, и потом там из компонентов, которые на самом деле от задачи к задачи повторяются, собирают вот этот вот сервис. И, то есть, если у тебя совсем нет никакой своей структуры, то, наверное, то, что в Educative написано, пойдет. Единственное, что я для себя эту структуру немножко поменял вот до того вида, который рассказал я, просто в уходу скорости, потому что то, как рассказывать в Educative, на мой взгляд, медленно. но, тем не менее, оно работает. И плюс, мне очень помогли Боки, потому что даже, когда ты для себя это проговариваешь, вот эту всю структуру сам собой, это, ну, вы знаете, что это вообще несовнимо с тем, что ты когда-то с реальным человеком делаешь, потому что ты волнуешься, там, что-то путаешься и так далее, плюс время ограничено, поэтому Моки даже на прампе, хотя качество собеседников там часто такое себе, но хотя бы ты какому-то, какому-то жилому человеку чего-то рассказываешь, поэтому Моки для системы дизайна это, наверное, вообще прям очень важны, потому что это, в принципе, интервью про то, как ты складно разговариваешь, короче. Вот, поэтому я, да, Кабанчик, это Кейтиф, Моки, а дальше сами разберетесь, в целом. Кабанчик, это дизайнер, когда-то интенсив applications. Окей. А, ну еще я, в принципе, если у вас интервью предстоит в Google Docs, то я тут на самом деле для себя заготовил шаблон, то есть если мне надо нарисовать какую-нибудь базу данных, я уже не ищу там вот эту фигурку с базой данных, там, типа, вставляю ее, крашу в нужный цвет, потом еще в той ресайзе, а я просто копипащу его, в Google Docs можно копипастить из одного документа в другое, просто копипащу и вставляю. Это тоже намного быстрее работает. петро. Да, в Adjkete в чем не понравилось, мне показалось, они просто скрепастили 10 задачи и поменяли контекст, потому что там иногда текстовки один в один отдут, ты читаешь другую задачу и там то же самое. Это как раз в том-то и прикол того, что я говорю, я тоже сначала думал, что это как-то неправильно, а потом понял, что это на самом деле вся суть системы дизайна интервью, потому что на каждом интервью ты говоришь одно и то же, ты не адек на каждом интервью придумаешь что-то новое. У тебя просто большая его часть это повторенный уже миллион раз текст про паз данных про юпликацию про гаши, про роулл-балансеры, про мак-редьюсер, я же сказал, просто одно и то же. Понятно. Ванька, спасибо. Спасибо, было здорово. Да, спасибо. Вам спасибо. В следующий раз еще